Добрый вечер! В решающей схватке грузинской самбистки Нино Отзилашвили уступила. В весе до 72 килограммов у нас получается серебро. Ну и наконец Денис Королев выиграл бронзу в категории до 68 килограммов. И еще один успех. Успех на международном уровне, но уже в велошоссе. Наш выпуск продолжит. Представитель края Роман Кустадинчи в составе молодежной команды «Газпром Русвела» выиграл гонку Страде Бьянки Ди Романья. Прошла гонка эта в Италии. Соревновались спортсмены до 23 лет. Дистанция составила 134,5 километра. От преследователей Роман оторвался примерно за 35 километров до финиша. Догнать его никто не смог. Завершал гонку «Россиянин» получается в городном одиночестве. Вторым стал Матео Маскетти. Третье место занял Федерико Сартор. Свои велобитвы прошли и в Краснодаре. Город принял открытые краевые соревнования по велоспорту «Шоссе». В турнире памяти заслуженного тренера России Александра Карпенко участие приняли 100 юных кубанских спортсменов, также боролись за награду представители Адыгеи. В городской кольцевой гонке «Критериум» соревнования прошли в двух возрастных группах 13-14 и 15-16 лет. Первыми на старт вышли младшие велосипедисты. Им предстояло проехать 21 километр. Это 16 кругов по примерно 1300 метров каждый. В гонке главное не приехать к финишу первым, а заработать побольше очков на промежуточных финишах. Таковых было 8, а очки получали первые 5 участников. Лучше всех с трассой и проливным дождем справился спортсмен из Майкопа Константин Аладашвили. Да, доволен успехом. То, что выиграл. Рассчитывал, то, что на победу. Но ехать тяжело было, но что дождь был. Более взрослые велосипедисты преодолели 32 километра. Это, соответственно, 24 круга. На этой дистанции победу отпраздновал представитель Абширонского района Кирилл Олейник. Второе место в этой возрастной категории занял Артем Бондарев из Майкопа. Третьим стал Руслан Мищенко из Абширонска. У младшей группы, кроме победителя Аладашвили, отметились Даниил Нижегородцев из Выселок и краснодарец Владимир Найдянов. К боксу переходим. В Краснодаре завершился второй открытый турнир городской лиги бокса. На ринге можно было встретить разных, абсолютно разных людей, людей разных профессий. И объединяет их одно – спорт. Конечно, можно долго рассуждать о том, кто кого оказался сильнее. Мы, к слову, об этом тоже поговорим. Но согласитесь, рассуждать просто, а выйти и попробовать – это совсем другое. Попробовали 14 человек, а тех, кто правильно проводит вечера. Наш сюжет. Финансовый директор в обычной жизни – тяжеловес в ринге. Перчатки Тимур Тес надел всего два с половиной года назад. Обычно зал посещает три раза в неделю. Перед турниром – пять. Без тренировок и без бокса улыбается уже никак. Если выдается какой-то период, когда я не боксирую, я ощутимо чувствую себя хуже. То есть это своего рода такой кайф, который ничем не заменит. Тимур и его оппонент Павел Волков на втором турнире Лиги бокса показали равный бой. Победу раздельным решением судей одержал боец в красном углу. Но для Тимура исход поединка не так важен. Важно было на этот поединок просто выйти. Это выступление, к слову, для спортсмена стало вторым и не последним. Скоро будет третий раз. Ну а сейчас очередная порция вечерних тренировок. В этом зале он и еще десятки других спортсменов забывают о своих профессиях. Здесь одна на всех работа. У кого-то позади смена на железобетонном заводе. Кто-то сегодня занимался установкой кондиционеров. Есть геологи, таксисты, юристы. Но на ринге они все боксеры. Да, одно другому помогает. Так же, как в основном виде деятельности требуется терпение, усердие. Примерно эти же качества требуются и в работе в ринге. Но есть, конечно, и условия такой работы. Заявиться могут спортсмены от 19 до 50 лет. Необходимо пройти медовследование. А вот деньги здесь не нужны. Участие бесплатное. Все нюансы учтены. Далее ринг. Три раунда по две минуты. На этот раз это время выдержал каждый. Не каждому, конечно, руку вверх. В знак победы подняли. В шести встречах победитель был определен. Один поединок завершился в ничью. Объявляется боевая ничья. Убабок все раздавали. Победите. Самым опытным на этом турнире оказался самый молодой боец Иван Гулаков. Ему 21. У спортсмена из Луганска за плечами 36 поединков. 28 из них победные. Иван мечтает о карьере боксера, но участвовать в официальных соревнованиях пока не может. Лига бокса для него это возможность сохранить тонус и шанс заявить о себе. Из-за документов проблемы есть. Поэтому приходится боксировать на таких соревнованиях, на открытых рингах. В любительском, конечно, желание, мечта попасть на Олимпийские игры, выиграть. А в профи, если бы пойти, то стать чемпионом мира. Для Ивана биться дело привычное. А вот 9 бойцов на ринге появились впервые в жизни. Самый опытный дебютант Николай Еловегин. 43-летний спортсмен своему оппоненту Сергею Серову уступил. Но рад тому, что наконец-то на такой шаг решился. Это красавчик, молодец, боец, пацан. Я вообще молодец, что хотя бы согласился выйти туда. Я ни разу на ринг не выходил, много занимался. А на ринг ни разу не выходил. В первый раз, кстати, сегодня увидел. Вернуться на этот ринг боксеры в мае. В последний месяц весны Лига бокса проведет свой третий турнир. Примет его уже проверенная площадка Академия бокса имени Артема Лаврова. Будут здесь и уже опытные бойцы, и новички, заявки от которых принимаются. Наталья Баранова, Ирина Петенева, Николай Сезоненко, Кубань-24, Краснодар. О спорте продолжаем разговор. На прошедшем в Кисловодске Кубке России по легкоатлетическому кроссу кубанские спортсмены дважды отличились. Отличились они на 5-километровой дистанции. Прошлогодний победитель этой дисциплины, краснодарец Андрей Лейман, в этом году пришел к финишу вторым. Результат 15 минут 50 секунд. 13 секунд Андрей уступил Евгении Дога из Крымского района. У него бронзовая медаль. Победителем же стал Ильдар Надыров из Алтайского края. Завершит выпуск по сложившейся, давно сложившейся традиции рубрика «Герои недели». Гандболистка Кубани Екатерина Мареникова рассказ свой продолжает. Сегодня олимпийская чемпионка вспоминает свое детство. Детство, между прочим, гандбольное. Детство у меня было веселое, спортивное. Мама у меня тренер по гандболу, поэтому судьба моя была известна, мне кажется, с пеленок. Все детство у меня в зале, на тренировках с мамой, поэтому весело, задорно. Детские лагеря спортивные, соревнования, выезды. Поэтому всю жизнь я в спорте. С детских лет, естественно, я была в спорте. Сначала это было плавание. Потому что бассейн у нас был рядом с домом, естественно, что поближе. А потом у меня мама уже стала подключать к гандболу, потому что с плаванием что-то не задалось у нас. Пробовали большой теннис, но как-то тоже не особо не понравилось. Наверное, судьба привела нас, все-таки вела меня к этому, к моему виду спорта, к этой дороге, к этой жизни. Мне кажется, дети спортсменов, они немножко странненькие. Я не помню кукол, я не помню, не знаю, каких-то плюшевых мишек. Ну, особо мне неинтересно было. В садике я помню, что мы все время бегали, носились с ребятами. Да, там опять же, пока девочки играли, я там уже где-то бегала. По кустам какие-то разбойники, войнушки. Как-то вот больше такое, больше динамика была интересна. Завтра мы продолжим с олимпийской чемпионкой знакомиться. Факты спортивные также подготовим. Увидимся на этом же месте в это же время. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok